Динамо И Грулев его реализует Мжи, только появившийся на поле Идеальную передачу катит на Грулева Которая попадает в ближний угол Ну и Павшевлюк помогает Подрезал мяч в сторону Тюкавина Здесь же Шиманский, момент Удар, гол Себастьян Шиманский Забивает ближний угол Антон Коченков, конечно Не прав Так много оставив Пространство между собой и штангой Нужно следить за попыткой Пробить в дальний, да Безусловно, но и ближний угол Отработать Слева Высокая подача Бальбуина, гол Фабиан Бальбуина И 2-0 Динамо впереди Максим Беляев здесь пытается донести Что, в общем, не все так было однозначно И что на нем правила нарушались Но нужно смотреть повтор Но нужно смотреть повтор Он не с удовольствием пользуется Тем, что получается Удар поворотом 4-0 И опять Крулев Но это уже даже немного неприлично. Четыре мяча за неполные полчаса игры. Удар-то какой классный получился у Грулёва. Он вообще раззабивался в последнее время. Его гол принес Динамо победу над Краснодаром. И вот сегодня дубль. Захарян с мячом. Пауза, удар в дальний угол. Это очень красиво. Как рукой положил в гандбольном стиле мяч в девятку Арсен Захарян. 5-0. Ну и как раз в той самой 60-й минуте, к 63-й мы приближаемся. Когда замечательный мяч в ворота лондонского арсенала забил Всеволод Бобров. Можно атаковать Динамо. Чудовищные потери в центре поля. 2 в 1 выходит. Макаров убирает на замахе оппонента. Бьет в дальний угол и открывает счет в этом матче. Убегая на контратаке. И не отмечает этот гол. Потому что не так давно Денис Макаров выступал за Рубин. Но в этом эпизоде сделал все великолепно. Браво Динамо воспользовалось ошибкой. Но как сыграл сейчас Рубин в центре поля. Это просто никак это не допустимо на таком уровне. Вот так вот ошибаться Зотову в центре поля. Навес вновь на дальнюю штангу. Удар по воротам и Динамо сравнивает счет. И вот стандарты. С угловых не получалось 20-й минуты. А здесь со штрафного получилось. И автором этого гола стал Бальбуина. Очень хорошо он здесь выпрыгнул. Ну и посмотрим на навес. Самонаводящийся в сторону защитника Динамо. И тот вколачивает мяч в сетку. Вот он с мечом Скопинса. В навес хороший очень. И может быть опасный удар по воротам и Динамо сравнивает. Да, похвалили мы Скопинсова. И он своей передачей начал эту голевую атаку с левого фланга. Счет 3-2 в пользу Динамо. Прошу прощения, Динамо выходит вперед в выездном поединке против Рубина. И как здесь была исполнена эта передача. Это был не прямой навес. А парашютиком отправил мяч Скопинсов. Да так удачно, что никто из футболистов Рубина не ожидал, что он приземлится именно туда. Ну а затем неудачный вынос мяча. Второй темп и забивает.